всем привет сейчас я дверь закрою чтобы маркиза не вышла птички поют так хорошо душно знаете как вот после парной когда выходишь дождь гремел у нас гром дождь прошел и все равно такая духота 25 градусов так в принципе хорошо не холодно не жарко все прекрасно мирабелла цветет птички поют а я хочу посмотреть что у меня там творится радодендрон растет не знаю вообще он будет вы наверное еще будет свести смотрите кто разбирается напишите пожалуйста бутоны это лезут если бутоны я прям буду рада бадан тоже уже весь такой нарядники еще а уже цвел че говорю еще не все вот он свел нужно все по обрезать по вытаскивать я ничего не делаю как всегда вы знаете меня я только говорю что я буду делать а времени у меня нет а вот это вот растение очень красивая немножко она не вот такая вот а какая-то плесень или что это кода она цветет такими белыми розочками я вам показывала что у нас растет где во дворе здесь у меня что розочка уже закладывает бутончики вот они небольшие они небольшие друзья но они очень долго цветут очень долго цветут так что я сделала не мне кажется прям далеко отодвинула а все в зелени все в цвету все растет как на дрожжах вот смотрите здесь только начинает лаванда свое цветение а здесь уже практически вот солнце вышло вообще так балдежно сразу становится такая вот лавандочка красивая пчелки летают очень очень много пчел у нас и миллион кто-то пел ха пугачева алых роз у нас миллион желтых пчел так ну все сейчас бы жезлонгу поставила брякнулась бы здесь под солнцем и отдыхала бы валялась макросъемочка люблю ромашки да такие обычные цветы кто-то прям фу-фу ромашки только розы им подавай а я люблю ромашки муха тоже любит ромашки вот так вот ну что подвинем с каштана нападала сюда в трамполин в батут каштан 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 и небо такое красивое с облаками так это что а это вот эти вот и как они называются забыла название какие-то ястребки или как она называется она это растение какие-то что-то с ястребом связано не помню если честно так что земляникой что земляник и по землянике у нас я уже валерику срывала на днях вот опять а еще еще а нет можно но еще не до конца спас пела вот это тоже вот вот с этого вот такого никакущего горшочка я уже штук 15 наверно набирала валерки маленькому здесь виноград а там у нас качель знаете надо на нее положить это матрасик матрасик потому что так она некрасиво смотрится там и деревяшки положили потому что она сломалась некачественная какая-то качель была купили мы я прям на нее так локтем облокотилась и ткань разошлась я не знаю мы так смеялись я беременная была и хорошо что не упала в эту дырку так ну что идемте так душно вот прям солнце знаете то есть видите буквально секунды и все и солнца нет елочка вот эта красивая я всегда говорю так быстро растут елки вот таким вот размером вот веточка была буквально вот отсюда досюда до 20 сантиметров и вот практически за 4 года она выросла очень быстро елочка растет вот здесь вообще вот это вот где вы видите вот эта вся ерунда здесь внизу ну помимо того что здесь плюш вот это одна и внутри это сейчас там по-любому какие-нибудь змеёныши саламандры ящерицы сидят до какие-нибудь ботаники бы были довольны сейчас покопаться там ландыши у нас еще раз тут ландыши растут но они не цветут они как мужские говорят когда ландыши мужские они не цветут так я пересаживала их толку нет все равно не цветут вот опять земляника поспела ой как хорошо пахнет знаете что это пахнет вот здесь вот у нас а ирга и черемуха ой извиняюсь друзья а вот тут вот и ирга или что это тут еще растет сейчас приближу подождите так вот видите что то здесь растет по моему это ирга да я вот раньше лазила она на ту сторону через забор к соседу к соседу как с того анекдота за иргой я лазила и набирала вот отсюда вот перелазила сейчас видите как выросло все сильно уже не полезешь пиларгой не моим так посмотрим никого здесь нет в первую очередь всегда смотрю чтоб никого здесь не было нету никого это будет каком зверушка висеть здесь где-нибудь красиво цветут цвет такой алый красивый нарядный я знаете осенью может в августе в сентябре их занесу домой посажу в одно кашпо ну как как пахнут пахнут прям вот этой вот знаете как полынь посажу в одно кашпо их и это и пусть они на подоконнике у стуль чтобы они у меня не пропали так сухие ну не совсем вот эта мокренькая вот смотрите уйди отсюда нашлась мне здесь фотомодель вот это мокрая а вот это сухая вот эти вот пониже висят это тоже как бы влажненько ведь это прям сухенько так бы уберу вот эти вот некрасивые которые картинку прям всю портит картинку мне надо убирать и вот здесь тоже уберу и полью соответственно надеюсь не забуду я всегда знаете могу сказать а пока какое-то дело другое дело и могу забыть вот видите сказала палку надо убрать до сих пор еще не убрала вот так что откроем посмотрим что тут у нас творится боюсь даже заходить если честно что-то как-то в принципе ничего так это прям думала что там все у меня поникла так боюсь уже чуть-чуть я бы вовремя вовремя я пришла сейчас я открою друзья во время я пришла берут друзья аж это заговариваюсь потому что вот смотрю и это переживаю переживаю потому что сами видите что что здесь такое да сами видите это все безобразие давайте-ка я сейчас полью сначала то я не могу так спокойно ходить все все полила залила все затопило здесь вода льется отовсюду потому что вообще а конечно неудачное время для полива сейчас два часа ну потом до пяти вечера тянуть это тут еще больше все спарится поэтому я не стала друзья все полила и наверно завтра завтра что у нас завтра суббота завтра я вот это все сниму вот эти полки и опущу помидоры сейчас они чуть-чуть себя придут тут вот вижу ожог солнца не сказать что у нас лето да такое жаркое но вот все равно успевает подгорать вот так открыла прям прохлада такая пошла сейчас ветерок хорошо и им я представляю как классно так помидорочки закладываются вот здесь вот закладываются помидорки вот здесь тут можете видеть уже меня радует это все конечно так вот это вниз надо будет спускать потому что они уже вот вверх знаете если бы они здесь не цвели я бы просто ветку это отломила бы да и не дала бы им расти вверх и все они же растут цветут поэтому придется опускать смотрите даже здесь вот подгорают огурчики хотя это западная сторона теплица стоит западная сторона и уже вот смотрите как подгорает да смотрите вот этот уже начал ползти куда ползем короче вообще не знаю тоже опускать надо вниз будет надо будет вниз опускать это все дело наверное вот это вот снимать сюда его ставите пускай вот так вот ползет это переставлять эти подвязывать еще не подвязала да как видите друзья с меня огородник еще тот конечно вот так эти подвязывать и на улицу выставлять вот они уже тоже растут как не в себя какие-то прям это слонопотамы слонопотамы растут у меня вот так куда бы его поставить чтобы не задеть случайно сюда наверное поставлю а пока что вот так я знаете я бы сейчас это все сделала мне просто не охота идти за ножницами я ножницы не взяла вот это видите надо вот они привязаны вот эти штуки нужно все снимать обрезать мне вот лень завтра сделаю все равно завтра приду опять поливать с такой погодой я вот это обрываю я не знаю вообще это можно нужно обрывать это может я зря это все делаю вот такие вот я вижу я их обрываю ну тут еще оставлю еще зеленые есть так вот здесь вот клубничка уже а это что смотрите чё-то чё это такое это 2 что ли а что-то они наверное знаете это вот сейчас подождите его приближу да давай фокусируйся боже мой не хочет никак не хочет стесняются они это как в том фильме знаете когда вот старик при этом деле инфаркт получил да вот у них наверное тоже самое случилось не хотят смотрите не хотят ни в какую мне показывать это безобразие ну да ладно так клубничка вот здесь вот пытается расти здесь тоже что-то пытается это не активно пытается биогумус как вы это знаете что-то они не того лучок тоже какой-то слабенький тоненький тонюсенький не на такой лучок я рассчитывала укропчик хороший был но видите вот от солнца от солнца его вот что стало я его не режу надо его резать может может он еще из-за этого такой да надо нарезать его все собираюсь нарезать и никак сейчас выкину сюда прям выкидываю вот этот горошек посвежее свежее выглядит конечно горошек вот так там у меня один горошек я его на улице поставил тут я мимо шла и даже не посмотрела на него забыла совсем надо будет глянуть а этот видите упал как ну я думаю поднимется горошек он сильный до мята тоже вот так я не могу понять смотрите вот эти вот блестящие следы это же от этих как их называют слизней от улиток а неужели она вот на ней могла здесь вот висеть она же ибо ее не выдержала тут я не поняла странно конечно так вот это вот оливковая трава растет хорошо растет непривередливая я прям переживала за нее непривередливая ой что это у меня уже мерещится везде ну знаете чем она крупнее становится то она имеет более такой горький привкус прям горькая горчит как полынь точно реально как полынь и на вкус оливки оливки и полынь вот такой закусон так а перчик ну в принципе хорошо да выглядит перчик я считаю вот тут вот закладывает вот тут вот мне больше всего нравится как он закладывает красный перец а в принципе желтый тоже хорошо смотрите желтый тоже желтый даже вот как что это у него вот как будто цветение такое или это плод так формируется я ведь и я не такой садовод чтоб прямо это все понимать и знать вот наверное уже как формируется коробочка это его до там перчик формируется ну вот растут они нормально баклажанчики вот самое что мне не нравится как растут баклажаны напишите кто специалист в этом деле что баклажаны самые сложные овощи потому что вот по всем я смотрю как бы ничего так а вот баклажаны так это тоже на на вытащу сейчас друзья вот так а то что-то он уже видите и туда прям упирается в потолок а вот баклажаны какие-то какие-то они мне кажется сложные потому что помидоры цветут плоды дают перчик тоже закладывает я вижу до горошек также огурчики также вот вот мне кажется огурчики вообще хорошо у меня смотрите как мне кажется очень хорошо огурчики у меня растут поэтому ну вот эти вот еще что-то стоят хотя нет уже тоже начинают тоже начинают вот этот один стоит ну что-то там пытается но все все же все же что-то пытается да а вот баклажаны не пытаются ну так друзья ой как тут души ну ну вот ветерок дует прям приятно вот так а салатик салатик же не рассказала про салатик еще ну салатик стоит растет растет салатик красивый мы наверное вот знаете для красоты на это выращиваем чтобы вот я пришла посмотрела поливала потому что уже надо его тоже срезать есть такой красивый салатик а мы что-то не срезаем и не едим зато покупаем в магазине да спрашивается для чего так вот тут нехорошие все убрать которые которые вот уже надо было съесть а мы наверное вот что не съели то попортилось так все красивый салатик конечно смотрите да прекрасный ну и все теперь нужно будет налить мне лейки так ну вот это соответственно я не буду здесь выкидывать а то может кто-нибудь подумать что я сейчас тоже это выкину в эту траву нет в бочку сейчас выкину вот так стоит тепличка моя любимая обожаемая моя лечки налить нужно будет принести заранее так сейчас я выкину вот здесь вот сюда и все и пойду домой приду завтра буду переставлять все переставлю конечно если не будет проливного ливня да потому что у нас погода такая сейчас солнце светит сейчас вот мы вышли до с вами солнце светило уже все затянуло как всегда колокольчики такие красивые люблю колокольчики вообще тоже насыпала там какие-то где насыпала сюда на камни и не знаю вообще они по моему через два года должны такого зайти вот здесь вот у нас эти коврики растут вот что от них осталось они всегда цветают потом здесь все засыхает потом они по-новому растут это ничего не страшно они нормально растут я прям вот сюда семена высыпала и не знаю когда они зайдут теперь буду ждать что хотела а вот вот у меня стоит горох хотелось его посмотреть вот горох стоит здесь на улицу один поставила сюда тоже какую-то опору ему надо делать не знаю еще не придумала вот дождь его поливает проливает боже мой кто-то там опять шебуршит и вот он растет все иду домой вам желаю всем всего хорошего и до скорого видео